Я вам скажу, в чём большая опасность. Нет бога, кроме Аллаха. Я в поезде ехал со своим шейхом. Шейхом из Бангладеша, Муфтием, Фаруком Баруни. Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. Скажите амин. Мы четыре часа говорили. И тогда он сказал мне кое-что. Сказал очень глубокую вещь. Я ему говорю, шейх, вот многие люди собирают деньги на мечеть. Если вы организовали сборы на мечеть, многие сразу захотят скинуться. Если собираете на какие-то срочные нужды по здоровью, люди сразу пожертвуют. Я ему говорю, а если пытаешься собирать на образование, то мало кто даёт. Процентов 10 людей, которые могли бы дать. И говорю, вот как бы людей побудить больше жертвовать на образование. Он немного помолчал и говорит, когда вернёшься, скажи людям. Скажи им. Что если человек в странах третьего мира, голодающий, умрёт от голода из-за недостаточного питания. В странах третьего мира, если умрёт он, где еды нет, или где антисанитария, или где нету воды. Но если он умрёт с иманом, с верой, он попадёт прямо в рай. А если человек умрёт в развитом обществе, в Англии, в Америке, в Канаде, в Европе. Если человек умрёт с полным желудком, но при этом без имана, без веры. Или если он умрёт, в то время как в душе было что-то греховное, запретное, то этот человек может попасть в ад. И вот это уже меняет восприятие. Чувствуете, да? В чём смысл?